МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Ксения Бородина. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Пример Степы и Алены оказался для наших участников заразительным. Вчера Леша и Юля собирались объявить себя парой. Но в последний момент передумали. К счастью, не все влюбленные у нас ссорятся. Совсем скоро состоится свадьба Саши и Наташи. И сегодня ребята решили попрощаться с холостой жизнью. Саша оторвется на мальчишники, а Наташа устроит девичник. Ну а мы постараемся, чтобы этот день им запомнился надолго. Сегодня 429-й день нашей телестройки. Вчера Степан и Алена выехали из домика, окончательно поставив точку в любовном романе. Их место в пятизвездочных апартаментах заняли жених и невеста Саша Нелидов и Наталья Павлова. Анастасия Дашко, узнав, что Алена Водонаева стала свободной, приревновала Сэма к своей подруге, о чем сообщила ему во время телефонного разговора. Юля и Леша во время свидания договорились объявить себя парой. Но Женя своими советами сестре внесла разлад в отношения ребят, нарушив их планы. Да не женись ты, Санька, ведь мы тебя отговариваем уже полгода. Не женись, не женись. Извините. Полгода назад мы говорили, что женись. Ну вот полгода назад говорили, что женись, а остальные полгода говорили, что не женись. Сань, наверное, что-то тебе говорили. Что-то. Все правильно, жени, жени, Сань. Я рада, если честно, что вот за них. Вот я сама никогда замуж не выйду. Ну не хочу я выходить замуж. Ты хочешь жениться? Я тоже не хочу. Годам к 30, хотя не знаю, как тут, понимаешь, тут загадывать. Да. А все, в воду, боже, может быть, действительно так и получится. Может, получится, что вообще-то через год. Через год. На ком, Леха? На ком. Ну тут, понимаешь, есть одна подходящая кандидатура. Да? Кто? Неужели ее имя на Ю? Ее имя на Ю? На какую букву начинается ее имя? А, ну не знаю. Ну, Люнка мне нравится. Ходила нами, Катюша, на высоком берегу крутой. А выходила, песню заводила. Про своего сизворла. Солнце! Чувство, что не подошел там? А того, которого любила. Про того, чьи письма берегла. Ты знаешь, что у тебя про этот звонок? А? Как ты хочешь отреагировать? Я, ну, как? Ну, мне было неприятно. Понимаешь? Мне, блин, я человек такой. Мне игнор больше всего вот это. Я ей только что говорил, после ситуации, когда позови, я говорю, прежде чем ты хочешь какое-то конкретное обвинение сказать, ты лучше подумай. Сразу просто не бросайся. Потому что ты, во-первых, мне было наделаешь, еще человека, то есть, ну, Аленку ты тоже. Это хорошо, мы тебя знаем и понимаем, что ты так сдуру сказала. И только я говорю это, и она мне на это говорит, типа, меня здесь никто не учит, меня никто не указывает. И ты меня на руках должен носить. Ты знаешь, что? Есть два способа. Есть первый способ. Если поругать, просто, вот, ты что-то мне отказала. Надо, конечно, так будет прощение, просто, ну, не, ну, не подумай. А есть способ, чтобы она в тебе еще больше умерла? Серьезно. Да, так и что. Что она чувствует, вот сейчас, пройдет в прошлое время, и она чувствует для собой косяк по-любому. Да, я буду проснулась. Она утром проснулась, наверное, о-о-о. Она там, наверное, переживает. Нет, может, я сегодня позвоню, а я не буду звонить со мной. Не звони, не звони, сын. Вот, пусть приедет. Вот, как ни в чем не бывало. Во-первых, все, вот, весь день, как ни в чем, надо с самого утра, там, на секс, там, ветером спать ложись, и тут берешь за горло. Если еще раз когда-нибудь услышишь что-нибудь подобное, ты меня больше никогда не увидишь, поняла? Скажешь? Ну, все, по-любому, господи, все. На пуле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, о молодого... Так, рассказывай мне про Юльку. Несли с пробитой... Юль, рассказывай мне про Юлюшну. Про Юлюшну? Что у вас, ну? Все замечательно пока. Я сегодня сделал завтрак в постель. Слушай, вы почему-то кому-то другому не сделал завтрак в постель? Я, между прочим, думала, что раз в первый раз мы ночуем пены, ты обязательно нас подкормишь себе. Потому что я утром ленивая, я... Я сегодня накормил с утра. Кто рано встает, как говорится... Я первый бью. Нет, ты первый бьешь. Бей, первый. Я первый. Я бью первый. Ладно. Кто рано встает? Подставил чуть-чуть, ну ладно. Хотя бы чай с лимоном, Леш. Завтра. Давай. Потом я, если как-нибудь... Вон у тебя кей ставит. Ну, ты дай сюда метить. Не знаю, она счастлива была. Да мне тоже понравилось. Правда, я стеснялся чуть-чуть. Вот видишь, какая я девочка умничка. Сейчас я тебя сделаю. Сделай меня. Сделай, ну сделай меня. Сделай. Девочка умничка. Что с вами будет сделать, мальчишек, ты его знаешь? Ну, я ничего не буду. Так, так. А что нам делать? Зачем? Ты не расстраивался? Мы скромные очень ребята. Ты не расстраивался? Нет. Ты же меня знаешь. Мне мальчишек не нужен. Мне нужна только... Мы будем убираться тут с ребятами. Ты убираешь, что ли, а? Не знаю, что ты мне разрешаешь на мальчишнике делать. А что ты хочешь делать на мальчишнике? Ну, а что делают обычные мальчишнике? Заселятся, пьют, бухают. Смотрят на стриптизершу. Ты стриптизершу? Господи, да ради бога. Я не думаю, что есть у тебя одна стриптизерша, которая тебе понравится больше, чем я. Так что, ради бога. Потом стриптизерша, несмотря на то, что он даже не для жениха, а, по-моему, для его друзей. Так как стриптизера у девочек. У тебя будут стриптизеры? Нет. Знаю. Что сделаешь-то? Выгоню. Да, я тебя вот... Я не знаю, по крайней мере, я об этом не знаю, если они будут. Ты можешь глаза закрывать, если будет стриптизер? А? Вот так? Так. Ладно. Ну, ладно. Ну, что, ну, выйдет он. Зачем девочки смотрят на стриптизера? Это же не потому, что там, что там, хотят. А потому, что просто красивый танец. Почему нет? А как ты думаешь, кто из ребят больше всего хочет мальчишня? Степа. Да, еще кто? Роман. На втором месте Юрасик. Да? А на втором месте? Ну, может, Юрасик, а может, и Степа. Да. Он, не знаю, категорически говорил, что твою сестру я не вижу в дальнейшем будущем, как моя девушка. Я говорю, понимаешь, ну, кажется тебе крестись, действительно, если тебе кажется. Я говорю, у тебя есть факты, вот, ну, если есть факты, ты мне скажи. Она говорит, я могу тебе сказать. Я говорю, ну, почему ты мне их не скажешь тогда? Я сейчас вот расчаровала тот поступок, какой Леша агрессивный, как он, как вот его реакция была на вот это вот высказанное ей, то, что ей кажется. Мне это очень... Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не буду обращаться к вам, дорогие мои хомяки, потому что это прерогатива Романа. Вот. И сегодня мы с вами займемся очень интересным делом. Мы будем делать, как всегда, бетон. Я буду. Мешать. С цементом. То есть цемент будем делать из бетона и песка, и воды. Ну, вы знаете, пропорции... Я. Бетон из цемента. Я. А потом я буду заливать его, знаете, куда-то, то есть не я, конечно, а вы. Я вам обязательно покажу, куда. В доме есть одна комнатка такая, куда надо его залить. Вот. Чтобы у нас были полы уже из бетона. Прости. Цемент у нас будет делать. Угу. А еще. Сэмми! Раз он так тянет руку. И не отмазывайся, что ты за проводочком. Ладно. И берите с собой, пожалуйста, Юлю, потому что она, наверное, ни разу не делала. Очень хочу. Вот. И покажите ей, как это делать. Ну, и вы, конечно, Майя Соленая. Конечно. Вот. А ребята все остальное у нас будут носить. И потом, если вдруг им нужна будет помощь, то вы присоединитесь. Вот. И... Бегите! Скорей! Скорей! За бетоном! Быстрее делать бетон! Жень, сколько раз ты мне клятвенно обещала о том, что с сегодняшнего дня мы будем пытаться строить сами свою личную жизнь и не вмешиваться, да, с советами друг к дружке, да, не давать советов. Пытаться. А просто будем тихо, молча строить свою любовь. Ну, судя по вчерашнему дню, я вижу, что все-таки ты обещание свое не выполнила. Ксюша, ну, я не могу просто на это спокойно смотреть. Если я вижу... Ну, сейчас... Что ты видишь? То, что он не изменяет, что он ее на самом деле у нее нет к чему? Что ты конкретно видишь? Мы с ним общались раньше, да, в первые дни. Он, не знаю, категорически говорил, что твою сестру я не вижу в дальнейшем, в будущем, как моя, да, девушка. Вот. Но я знаю, что они сейчас друг друга узнают. Я не против их отношений. Просто у меня была такая доля недоверия к нему. И, как бы, просто это все получалось у них очень быстро. У меня такое ощущение, как будто... Ну, вчера было ощущение такое, как будто он использует ее для того, чтобы создаваться. И это повлияет на голосование. Жень, смотри, вот каких-то глобальных ошибок сейчас твоя сестра не может совершить, потому что она по уши не влюблена в Алексея, да, там, и нет каких-то таких вот реальных проблем, да. Если даже она сейчас в чем-то ошибается, пусть это будут ее ошибки. В жизни просто как бы, что все равно друг друга советовали, какие-то спрашивали мнения. Но вчера я поняла, что для нее мое мнение практически совсем не важно. Что она даже не слушает меня, что я говорю. Поэтому я как бы думаю, сейчас у них все нормально вроде бы идет, я не против. Но если вдруг что-то не так, если я вдруг что-то какое-то увижу, ну, со стороны Леши, я поговорю с ней просто на эту тему. И все, но я надеюсь, что такого не будет, и у них все нормально. А поговоришь о чем? Вот что-то на машине? Я надеюсь, что там произойдет. Все-таки ты собираешься дальше вмешиваться в отношениях? Нет, я не буду пока вмешиваться никуда. Все, мне это не надо. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 А для человека есть надежда. Понимаешь? Я понимаю. Может быть не стоит больше все это делать? Не стоит стоит. Давайте. А для чего? Как для чего? Человеку, тем более что Женя она молоденькая, для нее вообще это школа. Попав сюда она попала в такие условия, где там за периметром ей было сложнее, чем здесь. Здесь общаясь в тесном кругу, вот в замкотом пространстве, она может просто научиться чему-то. Чему-то научиться, что-то взять отсюда. И... А что она возьмет? Неоправданные надежды? Почему? Она знает. Я никогда никому не обманывал никого. Я говорю всегда в лицо. Почему? Я никому ничего не обманывал. Ну смотри, вставая за тобой, да, еще что-то. Она постоянно находится в ожидании чуда, что свершится чудо, и Юра все-таки посмотрит на нее не глазами друга, а глазами мужчины, который в нее влюблен. Понимаешь? А этого походу никогда не произойдет. А она этого постоянно ждет. Она этим и живет на этом проекте. И какой бы мужчина сейчас не приходил, ей все равно. Потому что для нее есть единственный мужчина. Это ты. Я не думаю, Ксюша. Я другого мнения. Ты думаешь, что она все-таки играет и просто зацепилась? Нет. Нет, конечно. Нет, нет, нет. А как ты думаешь? Я думаю, что если придет мужчина, да, и обратит на нее внимание, и он понравится ей, я думаю, что она будет... А как ей может понравиться кто-то другой, если сейчас весь мир крутится вокруг тебя? Ксюша, ну это просто... Ксюша, ну это просто... Ей нравится, может, я не знаю, мое отношение к ней, ей нравится что-то еще во мне. Но это... Может быть, тогда стоит изменить что-то в отношении, может быть, даже пойти на какие-то жертвы и постараться разочаровать ее в чем-то, чтобы... Нет, я не буду этого делать никогда. Жень, ты спишь? Угу. Не спишь? Чего у вас с елкой? Продвигаются как-то отношения или нет? Или вообще ничего? Ну, как продвигаться не важно? Ну, что-то непонятно. То вы вместе все время резвитесь, то вообще вы по отдельности. То вы оба говорите, что вы друзья просто и в то же время. Мы пока друзья. Пока? Да. А когда будет и не пока? Ну, не знаю. Ты хочешь? Ну, что его надо в обороты брать? У-у-у. Если он поймет, что он хочет большего. Слушай, я вот даже не знаю. Я вот понимаю, знаешь, головой, что я одна теперь, да? Угу. Ну, что, как бы... Алена, ты реально думаешь, что у вас все это навсегда? Всегда. Что? Я не реально думаю. Я так хочу. Через месяц у вас наладится отношение. Мне не нужен месяц. Мне не нужны эти отношения. Через какой-то промежуток времени? А? Через какой-то промежуток времени у вас все останется на своей жизни? Нет, ты понимаешь, что я не хочу больше терпеть. Аленочка, ну, это ты сейчас так думаешь. Ну, порадет твое вот это вот... А у меня ничего не пройдет. Я же без эмоций это говорю. То есть, вполне спокойно. Мы не поругались. Просто мы расстались. И я не хочу больше сходиться с этим человеком. Ну, может быть, это сейчас ты так говоришь. Жень, смотри. Для меня он всегда был эталон. Я не представляла себя с другим человеком вообще. Даже если сюда на проект придет кто-нибудь ко мне, и приходили такие парни, я всегда говорила нет. Потому что я даже не хочу сравнивать. Мне не надо. Мне не надо копаться и что-то растрачивать себя попусту на то, чтобы еще к другим присматриваться. Сейчас я точно знаю, что мне этот человек не нужен. Все. После всего этого. Тем более, там, он говорит, не люблю и так далее. А ты реально думаешь, что ты с кем-то здесь построишь отношения? Если у вас что-то не... Вот знаешь, никогда у меня не было проблем с мужчиной. Никогда вообще. В том плане, что за мной всегда бегали толпы поклонников. И не только здесь, но и в жизни. Мне всегда проходы не давали. Если мне понравится человек, я, может быть, подумаю. Давид, хотелось бы тебе, чтобы Алена за тобой встала сегодня? Нет, очень не хотелось бы. Почему? Она же теперь одинока. Она же сказала, что решение приняла серьезно, однозначно. Нет, я надеюсь, что у нее хватит женской благородности, и не встанет за мной и будет думать больше и о себе, и о Степе тоже. Потому что я не думаю, что очень красиво, когда ты начинаешь строить отношения с другом твоего парня. Это очень некрасиво и неэтично. Угу. Ну, а ты видишь от нее какие-то там флюиды, посылаемые тебе? От Алены флюиды видят все, по-моему. Все. Потому что она всегда этим искрится как бы. Ну, в каком-то другом качестве. Она без внимания не может жить. В каком-то другом качестве. Вот именно ты сам на себе почувствовал ее внимание к тебе в то время, когда она была со Степой и теперь? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть изменилось в ее отношениях, да? Чуть-чуть, чуть-чуть. Я не могу представить тебя с другим человеком и его с другой девушкой. Для нас, для всех это, знаешь, как бы невероятно. Шок такой, да? Ну, я почему-то думаю, что все-таки вы садитесь. Потом. Что-то, знаешь, я надеюсь, что нет. Ну, это дело ваше, смотрите сами. У вас самая долгая ссора сколько времени продолжалось? Я не помню. Я не хочу ничего вспоминать, вообще все, что ему касается. Вообще ничего. А почему лилии? Почему лилии, вопрос? Потому что Дед Мороз с ума сошел. Ребятки, сегодня великий день. День предварительного голосования. Значит, у нас сегодня девочки выбирают наших драгоценных и любимых мальчиков. Первым на арену я хочу вызвать сюда Маюшу, чтобы букетик не завял. Сразу же выходи, Май. Май, это мне? Итак, вот есть лот номер один. Это Май Абрикосов, уже с подарком. От бедра. Да, уже продано давно. А почему лилии? Почему лилии, вопрос? Потому что Дед Мороз с ума сошел. Спасибо. Не разбирается. Ты, наверное, думаешь, к тебе Алена подойдет? Сажали орхидеи, а выросли лилии. Что было? Что выросло, то выросло. Да, завернул и принес. Ну, солнце. Знаешь, конью не смотрит. Смотрит. Знаете, что этому конью хочу сказать? Что мне лилии еще никто ни разу не дарил. Ты первый лили. А я на-на-на-на лилиин. Лилиин, лилиин. Так, следующий мужчинка. Слушай, что-то прям даже не знаю, кого позвать-то. Так, давайте вот это вот, действительно, жениха. Давай, давай. Сегодня Ильикистно. Будет вечером мальчишник Что будет твориться на этом мальчишнике Мы пока не знаем Но точно знаем, что у него есть невеста И пусть он об этом не забывает Невеста, ты не забывала? Я не забуду никогда ни за что Встаю, конечно, за тобой Потому что ты мой жених, не потому что что-то другое Просто подолгу Бородулька правильно сказала Горько Должно быть Все в тему Я знаю, что девочки идут на мальчишни И будут там купаться Поэтому я на Точке доверяю И поэтому дарю ей не купальник А плавки На Тосик будет топлив Еще лучше Так, отлично Степан Менщиков Выходи сюда, пожалуйста На протяжении года Для нас никогда Не было сюрпризов То, что выйдет Степан И что-то наверняка случится Степан, стой, пожалуйста, здесь Не так раз, когда ты здесь стоишь Ко мне, тем более, повернувшись Твоей частью тела Давай я На протяжении года Когда мы тебя вызывали Мы все говорили Ну, понятно, кто выйдет Кто выберет Юр, ты решил поддержать В этот раз Степана И выбрать его Тогда целуешь Я не поцелую И все-таки Ален Что? Не будем выбирать? Будем, но не этого О, интрига опять же Степан Первый раз за год Ты стоишь теперь один Вот туда, пожалуйста Ну, я прям даже не знаю Но все такие замечательные Вот кого мне выбрать? Лешка Давай ты уж Выходи, пожалуйста Давайте Так, подожди Ты надеешь, что кто-то тебя сегодня выберет? Юлю Или все? Или настолько Поговорили хорошо с этим человеком Что уже все Никто не выберет тебя сегодня Не знаю Не знаешь, да? О, ну практически заставили просто Вот, Юлю выйти сюда Юль, ты будешь его целовать? Да А почему в щечку? Нет, нет Да так не тонает Ну что такое? Так, я не видела Я глаза закрыла Минутку Вот Вот это вот Качественно отделанный продукт Уважаемый Юрец Хватит тут стоять около ведущей Таким одиноким Несчастным Выйди сюда И, может быть, удача улыбнется тебе сегодня Ты думаешь? Я думаю Я даже уверена на 100% Выходи, пожалуйста Вставай Да Девчонки Мужчинка отличный Спортивный Молоко не пьет Йогурты не ест Надо брать Ооо Ничего себе Подождите секундочку, ребят Просто так я никогда не отпускаю Так Ну что это такое? Это что вот сейчас была? Поддержка, да? Ну подержала Ответные Поддержи Ответная реакция моя Тебе нравится Юра? Очень нравится Очень хороший человек Нет Человек это отдельный разговор Как мужчина Как тебе? Ничего? Ребят, я не хочу, чтобы он ушел просто Поэтому я встала за ним То есть ты считаешь, что вот если ты подойдешь И так жалостно Он все равно это Чего жалостно? Все равно это знак какой-то подает Ребят, все знак увидели? Да Пойдем Понятно Юра! И потом не надо зачеркивать фотографии Говорить о том, что Юру никто не выбрал У него вот есть поддержка Так, подождите Секундочку Мужчины Подождите Секунду Что значит, пойдем к Степе? Сейчас вот у нас Да Аленка, подожди Пока решится Кто из вас? Неудобно так Может быть, это будет Роман Третьяков? Конечно Действительно Любимчик Алены Водонаевой Ален Давай забудем былое И подойдем к Лысому Есть желание? Пока Бузовой нету Все равно Да стесняйся Так Бузова, все равно Видишь, тебя боятся И уважают Поэтому, Третьяков Иди-ка Степану Доба, привет Привет Самуэль Этой минуты Роковой Очень боялась Анастасия Дашко Я думаю, что она сейчас сидит дома Перед экраном телевизора Иди сюда, пожалуйста, Сэм Я тебя все-таки вызвала Ими уважение, ладно? Я не шел, шеф Пусть оправдаются страхи Анастасии Алена, выходи Ну хватит провоцировать Айда, может быть, действительно Страхи Анастасия Дашко Сейчас оправдается И все-таки Алена подойдет И вдез на тебя Прям раз Как зацелует Да, возможно Следующая жизнь Я думаю, что сейчас Что-то страшное С Алихардом Так же случится Нет, мне кажется Когда с Алихарда Кое-кто вернется Страшное с тобой случится Мы до тебя Прилично ведем Сэмиков Так, видишь Аленка не решилась Сэм, до свидания Иди поддерживай Степана Здорово Так, Давид Встань, пожалуйста Вот, напротив Ну вот, наконец-то Этот идеал мужчины Смотри, Ромке Есть что бояться Да, все-таки Мало ли что С Бузовой случится Правильно Также стоит бояться Сэму Правильно Потому что Если все-таки Его Алена выберет Потом Анастасия Дашко Просто нам всем Тут устроит Такую красивую жизнь Тебе бояться нечего Ты одинокий Ален Ему бояться нечего Сюш, мы с Давидом Друзья Я думаю, что он Завтра никуда не уйдет Поэтому я даже Спасать его Таким образом Не буду А лучше поддержу На голосование Спасибо Давид, тебя устраивает такое? Да Или ты ожидал Что-то больше? Нет, нет Нет, нет, не надо Поддержку Степана Может, что-то Бородулька поцелует Давида Иди наш Мужской клуб Иди Мужской клуб Третья Алло Ты нам все-таки Обещала за кем-то встать И пока результата Никакого За кем встаешь сегодня? Ну, давай за тобой Бородина Ну, вставай рядом Ладно Ну, что ж Мы сейчас Уезжаем на Девишник А вы, парни Оставайтесь здесь Такие одинокие Несчастные Потому что вас сегодня Никто не выбрал И, пожалуйста Ведите себя прилично Потому что Большие сестры Наблюдают за вами Спасибо Девчонки Для нас По крайней мере Я уже потираю ладошки Когда мы пойдем Отрываться По полной программе Мальчики Сидите и нервничайте Сразу говорю Программа обширная Очень веселая Будет много мужчин Чужих Поэтому плачьте Плачьте Все Отелок я забираю Одна Вторая Солша, ты хочешь остаться? Нет Правильно Поехали Не надо оставаться Делать здесь нечего Нам Так, девчонки Плачьте, плачьте Как они радуются То, что мы уезжаем Пока, лёг Пока, лёг А вы сидите и гадайте Что с нами сейчас происходит Между прочим Не уйдайте сейчас дома А мы счастливы, между прочим И мы счастливы Девчонки А мы вам тортики принесли Все на диваны садитесь Тише, животные Девчонки О-о-о Где? О-о-о Привет Вау Все такие красивые Здравствуйте Здравствуйте Знакомые Давайте знакомиться У меня, наверное Настя Приятно Оля Так Алёна Так Маша Пантера Маша Пантера Ирина Прикольно Меня зовут Май Меня Роман Тлетников Меня Юра Я Давид Его зовут Это Стёпа Ну я за девушками То хожу Решил прогнуться Наташ У тебя завтра свадьба Не пойду Наташ У тебя свадьба Не пойду Так Подойдем Скорее дуй будет наоборот Брадуре Завтра у меня свадьба Не пойду Не пойду Не пойду Здравствуйте 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 А что так много Велок, ложек, тарелок Еще кто-то подойдет Наташа Нет Мужчинки-то будут Какие мужчинки Будут только подруги мои Так Девчонки Я не знаю Что делается Обычный звершень Я никогда не была Как обычно Тост, как говорится Выпивается Ест Девочки Вот я вам честно скажу Я тоже ни разу не была Но мне кажется Надо успеть За один день Отговорить Наташку От свадьбы От того Вы не спадь Между прочим У нас такая миссия Нелидовым заказанная Причем Извините Он попросил Последний шанс Спасительный Вы должны наоборот Мне говорите Что ты не переживай Что вы вообще Все будет круто Наташа Переживай Наташа Почему вы сказки Пример Рассказываешь А что Ты же знаешь Хорошее дело Нет Хорошее дело Браком Меня назову А меня не браком У меня знаешь Что называется Замужество Замужество Ну давай Зачем тебе это Знать Мне интересно Я интересно Ты же меня видишь Ну мне неинтересно А сколько ты Выглядит А зачем ты Спроси Вообще Сколько мне лет 23 23 тебе 23 тебе Не попадало 24 У меня больше Вот 27 Малявка Обалдешь Ну 21 Мы сперлим грустным Примерно Мне нравится Поздравляю 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 В рамках Приличия Поздравляю Ты хочешь сказать Что свадьба Ничего не изменит Извините Я Конечно нет А почему нет Девочки Давайте Салатик Положим Давай Мне нарученные волосы Ольги будут Видите пожалуйста Салат Извините Мы все хотим попробовать Вы из обычных пионеров Превратились в настоящих Амазонов Тиросекс бомб И сейчас Я надеюсь Вы сейчас Как следуете Взорвете ракету Дело в том Что взорвать ракету Это Символизирует То что вы должны Как-то оторваться От земли И достать Ту одежду Которая вам принадлежит Она сейчас Находится на дереве И для того Чтобы естественно Ее достать Вам придется Приложить Некоторое усилие Та Которая окажется Из вас Самой быстрой И достанет Все свои вещи Из дерева Остается вместе С нами Наломное место Марш И первое место Маша Рысь Ровно Тридцать секунд Именно она Остается с нами Налогное место И получает Главный На сегодня Приз Мытье Языка И посуды Всем спасибо Сегодня у нас Мальчишник Поэтому Маша Считается тоже Мальчиком Встречайте Рома И Май Так Ну что Друзья мои Мальчишник наш Отгремел Все довольны Рожи Вот Да И Маша Та что мамонт Но потом Вследствие Стала рысь У нас Получает Приятный сюрприз Она садится К жениху Поближе Садись Супрриз Ты не поверишь Но Мы все с ребятами Заметили Как ты весь день Строил ему глазки Вот И Саша Отвечал тебе взаимностью Правда ребята Да 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 Было Молодец Хороший выбор Вот И в связи с этим Поделись своими ощущениями Какие планы То есть Ну то есть Вы уже почти молодые супруги Мы считаем что Наташа нам ни к чему Уехала и хорошо Молодожены Да Да Молодожены Скоро свадьба И как-то Знаешь ты попала так на халявку Вовремя Да Наташа все пробивала Все договаривалась Звонила там А ты приехала Жениха себе вон Видного Отхватила Как ты представляешь Первую брачную ночь Что у вас будет Мы будем считать Призы Деньги Подарки От вас По всей видимости Ну это ты разомечталась Извини Фестичная девочка Не нравится Подарки Что ни одного Да ну пока У кого есть ребята Поднимите руку Я Шишка Дайте всю ночь Напролет Спасибо Степан Я тебя тоже люблю А давайте Самуэль Дадим вот этому Юному Заскучавшему Мальчику Микрофон Мужу Мужу Жениху Да Юный муж Юный муж Играет Вы что-то К концу дня Как-то немножечко Подстухли То ли вам мальчишник Не понравился То ли думаешь о том Не оставить ли тебя Наташу И действительно Не взять в жены Нашу Машу Мамонт Рысь Рысь прошу за меня Рысь Извините Извините Маша Маша Мамонт Будем вас назвать Маша Рысь Спасибо Саша Что такое Я Просто переживаю Очень сильно За кого За Нас всех Потому что Здесь Нельзя почувствовать Ту искорку жизни Которая есть За периметром Ну ничего Не переживай Скоро Ты не почуваешь Дураков мысли К сожалению К сожалению Грусть Тоска меня съедает Я же мальчишник Последний Так сказать Холостой Ну он же закончился Понимаешь Он же закончился Видимо действительно День был холостой Небоевой Хорошо Александр В общем Последний день Холостой Я жду свадьбы Все Мне больше ничего не надо Хочу свадьбы Друга вперед Итак Прошел последний Твой холостой день Какие подвиги За сегодняшний день Можно отметить Твои лично Достижения Никаких подвигов Я сегодня не совершал Так Простите Сударь Если вы никаких подвигов Не совершали То как мы Тебя можем В таком состоянии С депрессией Без подвигов Отправить в брак Да У нас такое ощущение Что ты не хочешь Я хочу Очень хочу А не хочу я Вот сейчас сидеть Тут и говорить Можно я пойду Иди Иди Спасибо Забыщение с тобой Унесом Пока Саша Так Ну что До свидания Жене Иди Иди Ну что Дорогие друзья Нас становится Все меньше и меньше Вот уже Александр Нелидов Вслед за Натальей Павловой Отправился куда-то туда За пределы Нашего Периметра Наверное он тренируется Как он после свадьбы Покинет наш проект Давай Говори Говори Это был Подожди Я не могу Так быстро Тренируйся Это Давай вдвоем Это был Телепроект Дом 2 Построй свою любовь Пойдем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому